Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я подготовил очень интересный материал, который дает нам приблизительное понимание того, что вообще будет происходить с биткоином. В конце этого года, весь 2022 и даже в первой половине 2023-го. Будет интересно, поэтому надеюсь на твою поддержку лайком, и давай начнем. Итак, главный вопрос, как долго будет длиться этот цикл? Ведь по его завершению биткоин ожидает новый медвежий рынок. Поэтому ответ на этот вопрос – это очень важно. У нас есть три способа это сделать, и они уже есть на этом графике. Давай попробуем разобраться в том, что на первый взгляд кажется чем-то невероятным и непонятным. Итак, первому способу, который я обозначил синим цветом, я дал название «от низа до пика». Что мы делаем согласно этому способу? Мы измеряем длительность каждого цикла от низа до пика. Например, вот это был первый цикл биткоина. Мы измерили «от низа до пика он длился 70 недель». Следующий цикл «от низа до пика» продолжался 107 недель. И, наконец, третий цикл длился 153 недели. Опять же, «от низа до пика». Как очевидно, каждый новый цикл становится все продолжительнее. Это видно на графике. И разница составляет от 46 до 59 недель. Сегодняшний цикл, понятное дело, еще не завершен, но уже продолжается 152 недели. Практически столько же, сколько и прошлый. Прошлый продолжался 153 недели. И кто-то скажет, что вот оно. Это уже пик. Осталась всего лишь неделя и будет продолжительный медвежий рынок. Но по всем признакам это не выглядит пиком для меня. Я знаю, что биткоин-медведи сейчас говорят о том, что биткоин рисует вот эту двойную вершину, которая обычно является медвежьей фигурой и предзнаменует собой падение. Я не исключаю, что такое может произойти, что мы сейчас увидим это падение. Однако я все равно не думаю, что это будет окончанием этого цикла. Если мы просто спекулируем на разницу длительности циклов, которая, как мы уже говорили, составляет от 46 до 59 недель, то мы можем предположить, что этот цикл, который по длительности уже равняется прошлому циклу, может продолжаться еще около 46 дней. И если так будет происходить, куда это нас приведет? А нас это приведет в октябрь 2022 года. Это значит, что именно тогда мы можем увидеть пик этого цикла. Окончательный пик. Хотя, признаюсь, сейчас это совсем не популярная идея. Многие говорят о пике уже на протяжении ближайших 50 дней. 50 дней, не недель. Об этом мы еще поговорим. Итак, этот способ поиска ответа говорит нам о том, что этот цикл еще может продолжаться, и при этом достаточно долго. И я, кстати, не вижу причин, почему это не должно произойти. Последние 7 месяцев биткоин болтался от 30 до 60 тысяч долларов. Эти 7 месяцев на самом деле были достаточно скучными для главной криптовалюты. К тому же, не забывай, сейчас совершенно другие условия, которых в прошлом цикле просто-напросто не было. Институционалы, принятие, пандемия, инфляция, рекордная печать денег и так далее. Итак, это был первый способ. Теперь давай поговорим о втором, не менее простом. Я дал ему название от низа до низа и обозначил красным цветом, как в тексте, так и на графике. Как понятно из названия, этот способ предполагает собой измерение длительности цикла от низа до низа. Здесь очень важно понимать, что пик цикла достигается, понятное дело, раньше, чем достигается дно этого цикла. Далеко за примером ходить не будем, посмотрим прямо на этот цикл. Сначала мы достигли пика этого цикла, а затем дна этого цикла после медвежьего рынка. То есть, таким способом измерения мы можем предположить, когда будет дно этого цикла после того, как биткоин сначала достигнет его пика. Еще раз. Когда будет дно этого цикла после того, как биткоин сначала достигнет пика этого цикла. Я очень надеюсь, что ты меня понял. Это на самом деле не так просто объяснить, как кажется. Итак, если мы измерим первый цикл таким способом, то увидим, что он продолжался 70 недель. Второй цикл от низа до следующего низа вот здесь продолжался 165 недель. И, наконец, третий цикл от низа вот этого до следующего низа продолжался 204 недели. Сегодняшний цикл, как понятно, еще не завершен, но он уже длится 152 недели. Как мы видим, и такой способ измерения дает нам понимание того, что каждый новый цикл становится продолжительнее, при этом разница между ними от 40 до 96 недель. Учитывая это, мы можем предположить, что этот цикл еще будет продолжаться вплоть до 14 августа 2023 года. Именно в августе 2023 может оказаться дно медвежьего рынка, который наступит после достижения биткоином своего пика. Значит, этот цикл от низа до низа может продолжаться около 250 недель максимум, что опять же говорит о том, что и пик этого цикла также будет явно не в этом году. Итак, третий способ измерения еще не очевиднее. Мы будем измерять длительность циклов от пика до пика. Я обозначил этот способ желтым на графике и в тексте. К сожалению, первый цикл так не измеришь, потому что до него просто-напросто не было пика биткоина. Либо на графике его нет, либо просто-напросто информации такой здесь не присутствует. Поэтому начинаем со второго. Измеряя второй цикл от пика до пика, мы видим, что он продолжался 130 недель. Третий цикл также измеряем от пика вот этого до следующего пика, и он длился 212 недель. Сегодняшний цикл опять же не завершен, но он уже длится от этого пика 203 недели. Практически догоняет предыдущий цикл, который длился 212 недель. Исходя из этой информации, разница между циклами около 82 недель. И если мы добавим эти 82 недели, вот мы их добавили, то куда нас это приведет? Нас это приведет к 12 июня 2023 года. Что опять же говорит нам о том, что пик этого цикла еще впереди. Он будет как минимум спустя 46 недель. Исходя из всего, что мы только что узнали, думаю ли я, что 69 тысяч долларов, которые мы недавно осилили, это пик? Нет, я так не думаю. Далее циклы все-таки отличаются не только фундаментально, но и технически. Здесь мы видели практически вертикальный рост. В этом цикле у нас было две вершины, а в этом цикле у нас была продолжительная парабола. Многие люди говорят, что мы увидим пик этого цикла буквально под конец этого года. Осталось максимум 50 дней, чтобы достичь 200, 300 и даже 400 тысяч долларов. Такие вот прогнозы дают до конца этого года. Честно скажу, все может быть. Они могут оказаться правы, но я так не думаю. И аргумент супер простой, так же как и весь этот анализ. Я не думаю, что пик этого цикла будет в конце этого года. Вот эта синяя вертикальная линия вот здесь, окончание 2021 года. Если мы думаем, что биткоин по достижению этой линии будет стоить 200, 300 и даже 400 тысяч долларов, то как должно выглядеть его движение? Приблизительно вот так. Мне кажется, очень маловероятно, что мы такое увидим. Это движение выглядит ненормально, особенно для этого цикла. Весь этот цикл мы ни разу не видели таких крутых движений. Все движения были округлыми. Здесь, здесь, здесь и здесь. Все они округлые, но не острые. Как было в прошлом цикле, смотри, мы были острыми везде, а здесь мы округлые. Я думаю, что ралли до 200 тысяч долларов под конец года, а особенно до 300 и 400 тысяч долларов, просто-напросто маловероятно. Давай возьмем предыдущее похожее движение от 10 тысяч долларов до 64 тысяч долларов здесь и наложим на текущую ситуацию. Но это движение наверняка будет меньших масштабов, потому что капитализация биткоина при почти 70 тысячах явно больше, чем при 10 тысячах. Тем не менее, мы видим, что даже так пик цикла биткоина приходится на 2022 год. Но, кстати, вырасти приблизительно до 100 тысяч долларов под конец этого года вполне реально. Вот здесь мы видим такие курсы. Я предлагаю быть более консервативным в своих прогнозах. Тогда, если они превзойдут ожидания, ты только лишь получишь удовольствие, но не наоборот. Итак, циклы удлиняются, поэтому я не думаю, что этот цикл готов закончиться в этом году. И цена в 69 тысяч долларов не является пиком, по моему мнению. На этом графике я раскидал вертикальные линии. Они обозначают халвинги биткоина. Между ними проходит 4 года. Первый был в ноябре 2012, второй в 2016 году и крайний произошел в мае 2020. Следующий будет приблизительно весной 2024. Именно тогда количество биткоинов, которые добывают в блоке, будет уменьшено вдвое. Обычно на длинной дистанции это приводит к росту цены биткоина. Давай на этом графике подытожим то, что мы сегодня узнали. Во-первых, мы поняли, что приблизительно в августе 2023, вот здесь, может быть дно этого цикла. А во-вторых, похоже, что приблизительно в октябре 2022, вот здесь, может быть пик этого цикла. Соответственно, вот этот диапазон. Приблизительно в эти даты мы можем достичь пика этого цикла. И приблизительно в эти даты мы можем увидеть дно этого цикла. Также, если мы наложим логарифмический канал, то заметим, что пики биткоинов достигали всегда верхней границы этого канала, в то время как низы биткоина после медвежьих рынков достигали нижней границы. Исходя из всего, что мы сегодня узнали, мы можем увидеть достижение пика этого цикла приблизительно осенью 2022, а это около 207 тысяч долларов. Дно этого цикла после медвежьего рынка может быть достигнуто в конце лета 2023, и это около 77 тысяч 400 долларов. Опять же, это то, как видит эта математика, основанная на предыдущих циклах. Конечно, это не гарантировано, и прогнозы других аналитиков о том, что в ближайшие два месяца биткоин будет стоить 200-400 тысяч долларов, могут оправдаться. Но я более консервативен, и поверь мне, любому исходу событий я, как уже достаточно долгосрочный холдер, буду рад. Ведь биткоин будет стоить 100 тысяч и 200 тысяч долларов, как тут не радоваться-то вообще. На этом все, ребята, меня зовут Богатейший Ди, если видео было для тебя интересным, не забудь поставить лайк, мне будет очень приятно, каналу это помогает расти. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями, комментируй обязательно, Богатей, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok